Мы уже выехали из города на трассу. Тут начинаются зеленые поля, так красиво. Когда дома засиделся, это вообще вдвойне, втройне, в пятерне красиво. Костя сейчас выходит, мы решили Настю подождать немножко. И Алиса уснула, и как-то у нее голова опять падает. Где-то у меня вот дома была и ложила, чтобы с собой взять такая штучка, чтобы лоб держала, чтобы лоб не падал. Ну, теперь я не знаю, где она. Я ее вчера ложила, а сегодня ее не видела, и я про нее забыла. Конечно, жаль. Мастя уже приехал? Все, едем дальше. Сейчас доехали до Белозирья, видите? Один минус в солнечной погоде. Мне приходится вот так делать, чтобы на Маху солнце не слепило, потому что ее нагревает, ей становится жарко, и я боюсь, что она перегреется. И вот так вот еду, понимаете? Это не очень удобно. Но зато Маха с комфортом. Мы опять остановились, потому что у Алисы упорно падает голова. Мы решили сейчас чем-нибудь попробовать подвязать. Настя там что-то дает из своей машины. Сейчас посмотрим, что она придумала, я сама не знаю. А, просто кофтой. Уснула, да, но только же видишь. Просто лоб вот так, лоб. Ма, подержи. И обвязываешь само кресло, понимаешь? Обвязываешь полностью. И там завязываешь узлом. Да, вот так. Это короткая штука. Короткая? Да. Свяжите две вместе кофты. Рукава вот так вот. Короче, проблема у нас вот такая вот нарисовалась. Ага, длинная, ноги не помещаются. Так ноги вот так наверх. Да, наверх уши затекут. И может снять ей эти тухли. Да, снимай. Ой, боже, сейчас разбудите. Да ничего. Так укощала малую вообще узнала. О, классно. В папиных носках. Второй я не достала. Ой, прикольный, положишь ей вторую ногу так же, хорошо? Добрый день. Это Алена? Так, первый час поездки уже прошел. Пока все нормально. Настя едет сзади нас. Созваниваюсь с Надей. Думаем о том, что может быть Надя нам Дашу все-таки привезет. Туда уже на место. И мы ее где-то там заберем машиной. Но это все так. Пока мысли такие. Вот, смотрите, какие облака. А я еду не природой больше любуюсь, а облаками. Я в них всякие фигурки высматриваю. Один раз мне вообще одно облако показалось, как палец показывает. Знаете, боже, вообще красивые облака. Какой палец? Ну, как бы вперед палец показывал. Блин, тут закрыли деревья. Там такое облако странное, интересное. У него такой силуэт, как привидение какое-то. Хотела заснять. Может, сейчас будет видно. Да, оно уже далеко. Жаль. Ну, в общем, облака потрясающие, согласитесь. Гляньте. Лапусь у нас мяукает чаще, чем маха. То есть, маха вполне себе нормальная. Лежит, возлеживает. Лисенкин спит. Бабушка там как? Нормально? Живая. Блин, я себя засняла без этой тоналки. Все в прыщах. Ну, да ладно, вы все равно знаете, что я в прыщах. Не хочу лишний раз это страшное лицо показывать. Надо как-то их лечить. Серьезно. Пить опять какие-то антибиотики. Как всегда, в дороге для меня самое плохое, это обгонять эти машины. Пошки размяукались обе. Любуюсь на полях, но и в то же время немножко в напряге, бы нам сейчас надо эту машину как-то обогнать. У лапуси кончилось терпение. Да. Она не хочет сидеть в сумке. Выпускать боимся, потому что она сразу бежит туда куда-то в пакеты. Лапуси. Лапуси. У Вимаха сразу слышит ее и отвечает. Переговаривается. Ты себе лежи молча, тебе тут вообще по-королевски. Мы пошли на обгон. Все, теперь буду спокойней. А это не сплошная? Мы успели до сплошной. А, мы успели до сплошной. Все поправлю. Хорошо, соблюдай, пожалуйста. Блюди. Какая красивая природа. Все такое салатовое. Хорошая трасса. Да. Вообще приятно ехать по незнакомой трассе. Больше Чуркасса и Киев уже наизусть знают. Приятно ехать по незнакомой трассе. Вы это слышали? По-моему, по знакомой приятнее, когда знаешь, что ожидать. Да, это еда. Это особенно, когда часто ездят. Блин, сколько поворотов, заворотов. Всяких, как будто в нетворспиды играем. Смело на участок такой. Да, дорога хорошая. Надо быть, что я на мотоцикле примчусь. Я тебе примчусь. Ну, ты мне не сдалась с ним. Зачем я ему его подарила? Переживать теперь только. Еще и врать мне. Ты не узнаешь. Просто не говорит, это раздавец. Угу. Почти одно и то же. Закончил, сглазил. Да-да-да, сглазил. Точно пошла плохая дорога. Ну, сбрасывай скорость. У нас дитё спит. Едем всего лишь полтора часа. Но что уже и укачало, и ноги затекают. Хочется выйти, где-то размяться. Но пока Алиска спит, то надо как можно дольше проехать. Потом сделаем где-то остановочку, привал. Надо потерпеть. Смотрите, вот дорога идет вниз. И там так красиво. Я открыла окошко верхнее. Ни на кого не дует, но зато так классно. Алиска услышала звук ветра и проснулась. Мне кажется, на нее дует. У нее такие глаза. Все, закрываю. Алиса так открыла глаза и смотрит. Да, она звука испугалась. Просто звук ветра. Доченька, ку-ку. Не бойся, все хорошо. Мы едем на море, малыш. Едем на море. И поросенок с нами едет. И Маха. И поросенок, да. Маха тоже с нами едет, да. У нас первый привал. Алиска проснулась, размяться. Ага, те шабутеры не хотели с собой брать. Можешь папе тоже один дать? Они просто пахнут за всю машину. А, там есть, да? Подожди, где там? Да, ну что, пошли. Короче, мы немножко отдохнем. Покажем Алисе козочку. Вон, козочка. И давайте это, лапусь у Насти, возьми на ручки немножко, а то она волнуется. Хорошо. Я кушаю. Слушайте, голодные говорили, так наелись. Пойдем козочку посмотрим, давай ручку маме. Смотри, что едет. Бабушка, смотри, что едет, Алиса сказала. Мам, ты ее только не выпусти. Идем смотреть козочку. Трава. Немножко походим, а то мы засиделись. И посмотрим на козочку. Что такое? Хатя, тут какашечки осторожно, она стоит на берегу. Козочка, привет. О, полный бакомолока. Алисочка, видишь, у нее вымя, и там молочко. Видишь, торчат сисечки. Козочка. Нравится ее для нее? Хорошая это. Говорит, хорошая козочка. Мне она на Дашу похожа. Кто, Алиса? Да, когда кривится. Ой, красавица. Не пугайте выкатку. Не пугайте козочек. Та не боится, Анна. Катя. Ей нравится. Красавица. Глянь, она прибалдела прям. Эй, не-не, ко мне не надо. Тебе хватит их. У нее молоко вон будет. Молока у нее вообще кошмар. Ее надо доить. Ей можно банан? Да нет. За нами идет козочка. Представьте, уйти не можем. Милуются девочки. Хочешь погладить? Конечно же. Гладь. О, козочка. Ну все, идем в машинку. Пока, козочка. Пока, козочка. Пока, козочка. Все, едем дальше. Ну, чуть-чуть походим еще сейчас. Так, ну что, мы готовы ехать дальше. Алиска залезла посмотреть на Маху-Маха, спокойно лежит на Косте. Сейчас Настя там с Лапусей посидит и поедем дальше. А, и Костя покушай. Давай мне, я поем. Может, Алиса поест. Алис, хочешь бутербродик с колбаской? Будешь? Ага. Ага. Колбаску кусай. Молодец. Вкусненько. Перекусим и поедем дальше. Давайте. Все, едем дальше. Все чуть-чуть перекусили, прошлись и едем дальше. Костя говорит, мы еще меньше четверти пути проехали. Подожди, она плохо закрыла. Костя, выйди, пожалуйста, попробуй закрыть. Сама увидела. А у тебя сейчас прогрузится хоть? У меня все нормально. Нет интернета здесь, и у Насти не прогрузился навигатор. Поэтому она будет сейчас прям-прям за нами ехать. Нам не надо быстро ехать. Конечно, это будет сложнее. Все, поехали. Куда мы едем? По кататься. Куда? Покататься? Алисочка, мы едем на море. Она сказала, пока катим. А по-моему, покататься. Смотри, птичка летает. Птичка летает, да. Птичка там на небе летает. Да, смотри в окошко, изучай все. Главное, чтобы не плакала. Мне что-то кажется, шок. Шок? У меня дверь плохо закрыта. Ну, закрой. Деньги, притормозите, подкушай. Ну да, чтобы все вещи не подали. Да, вещи-то ладно, я вылезу. Не упираюсь. Мне с Махой так жарко ехать. Но зато она лежит нормально, спокойно. Я говорю, она настолько меня любит и за мной хвостиком ходит, что она, я уверена, готова вот так ехать куда угодно, лишь бы быть со мной. Поэтому я с собой забрала. Жалко ее было оставлять одну. Смотрите, как туча похожа на поросенка. С пяточком. Вот там пяточок с той стороны, а там попом вверх поднято. А вот уже и не похоже, уже расползлась. Тучи так быстро меняются. Теперь на что-то другое похоже. В Шевченко мы проехали. Музей Шевченко. Наконец-то мы путешествуем. Костя давно хотел. Видите, как ему хочется путешествовать. Даже когда трасса незнакомая и новая, ему интересно. Даже не места какие-то исторические, а даже просто по новой трассе. А Катя вообще довольная. Говорит, наконец-то мы всей семьей куда-то едем. Аж сверкает, светится. Да, аж светится все от радости. Опять на махе солнышко. Буду делать ей сейчас тенек. Ой. Ой, махончик. Вот так. Давай вот так. Голова. Махонька. Она иногда вот так с открытым ртом едет. Я не знаю почему. Либо ей жарко, но пить она отказалась. Да, двери закрыты, Алисечка. Но когда она вот так едет с открытым ртом, у нее так воняет изо рта, что это просто ужас. Вот, видите, с открытым. Маха, закрой ротик. Что такое? Закрылась дверь. Двери закрыты, Алисечка. Закрыты двери. Вот это имеешь в виду? Вот это? Она вот это имела в виду. Блин, такой шикарный был облак, а закрыли деревья, как дракон, динозавр. Смотрите, как красивые деревья и облака. Вау, какие облака. Что кто видит в этом облаке? Все, Маха едет с Алисой. Не могу назад забрать. Посадила ее к Алиске. Погладь ее, Алисечка. Погладь ее, а то она боится. Погладь. Она ее гладит, короче. А, гладит? Я не вижу. Короче, пыталась только что забрать и Маху. Алиса кричит, дай, дай, моя Маха. Мы посмеялись. Но, в принципе, у Алисы там не так жарко, поэтому я Маху и переследила. Здесь у меня постоянно солнце на коленях, а там у Махи должно быть хорошо. Ма, поглади ее немножко. Спасибо. А мы опять идем на обгон. Пока я не вижу. Какая беда. Пустая дорога, а мы на обгон идем. Как я мог? А тут, блин, дорога такая, какими-то буграми вся. Вообще непонятная. Я вижу морду кабана. Вон там в облаке, видите, как нос. Сейчас уже больше на медведя похоже, но все равно кабана еще тоже немножко. А в том облаке, наверное, дождь идет где-то. Вот где темный участок, похоже на дождь. Прикольно, да? Здесь дождя нет, а там он идет. Нам еще ехать почти 4 часа. Кошки угомонились, вообще не кричат. Алиска показывает поросенку. Все в окошках. Слушайте, я думала ей скучно будет на море, но он даже с поросенком сказки просто рассказывает ему, и ей нормально. Мы сейчас проезжаем Умань. В ту сторону показывает табличка, там Маньковка. Вот табличка Умань. Ох и дорога, посмотрите. Мы уже на море, мы уже плаваем. Вправо-влево. Заправляться? Ну давай. Тут хотя бы людей мало. Насте нужно заправиться, поэтому будем останавливаться на заправке. И семечка, и лапушка, и душка. Мы стоим на заправке, у нас жужжит холодильник, только сейчас услышали, что он реально жужжит. Слышите? А когда ехали, вообще не слышно. И ждем, пока заправится Настя. А Косте не надо заправляться? Ну, Косте, наверное, не надо заправляться. А у Насти уже там на исходе был бензин. Вон ее машину там, видите. Странно, что она заливает А95 какой-то, а Костя заливает Нану. Ну, другой. Ну, он тоже 95, только Нану. А тут нету Нану. Если бы он тут заправлялся, он бы тоже себе просто 95 взяли. Что ты хочешь? Что? Телефон, моченька. Доченька, мы сейчас будем дальше ехать, а на телефоне очень вредно играть, когда мы едем. Давай мы доедем, потом там я тебе дам. Хорошо? Ладно? Сейчас поедем, мы папу ждем, Алисочка. Папа вышел. Ждем папу. Сейчас придет и едем. Пока есть, да, Маха? Ой, свежий воздух пошел, Маха сразу встрепенулась, нюхом. О, он, собственно, не тает. Чтобы не снимать эти перчатки. И чтобы я не ворчала. А Настя уже заправила? Маску выкини там в мусорку. Ой, а если можно, вот еще мусор. И у мамы еще мусор. Маску выкини, перчатки. Ничего не надо протер? Перчатки я протер. Зачем их хорошие перчатки? Вот еще мусор. И Косте жалко перчатки выкинуть. Все-таки выкинули маску и перчатки. Заправили, только что Настя стоит за нами, ждет ехать. Может, она ждет, чтобы мы поехали. Ну да, я же говорю, ждет за нами ехать. А нам заправляться не надо, Костя? У нас и две трети бака. Просто если заправлять, то потом полный. Хорошо. Настя говорит, она у тебя спросила, какой из А95-х? Их два. Ты не ответил и пошел. Ей пришлось с этим мужчиной общаться. Он знает, какой он. Это не Умань, это Томмия, да. Умань где-то впереди еще, да? Я говорю, Костя, он давно мечтал нас в Софиевку свозить. Но это довольно далеко. Видите, вот как мы долго едем. В Умане, Софиевка, из парка. Я ему говорю, давай на обратной дороге с моря туда заедем. Костя говорит, если не будем уставшие, давай. Маке там понравилось, потому что там реально прохладнее. Надо было еще раньше ее передать туда. А как там Лапуси? Тоже лежит спокойно. Я когда дверь открывала, они почувствовали свежий мозг. То обе головы поднимали, и сейчас опять улетелся. Смотрите, какое облако. Как рыба с хвостом. Вот мне нравится рассматривать облака. А вот это облако, смотрите, просто лежащий человек. Голова, живот, ноги. Просто как будто плывет в небе. Там крокодил с открытым ртом. Я уже не выдержала, закинула ноги. Невозможно долго сидеть с ногами вниз. И теперь вот так вот едем. Невероятные пейзажи. Именно благодаря облакам они такие вот колоритные. Нас обогнула машина с номером 0102. Да, прям уснуть можно. Вон там облако, как будто из него взрыв вверх произошел. Как вам, на кого это похоже или на что? Напишите мне в комментарии. Блин, мы как будто горы какие-то проезжаем. Посмотрите на облака, как горы. Поля и горы. Что вы там с Махой болтаете? Вот еще те дороги. Ой, супер! Мы остановились Алиске коровок показать. Можно поворотовать? Вы поняли, да, почему у нас тут привал? Она на дорогу не выскочит? Смотри, кто там. Корова! Точно корова! А, кому Маху можно отдать? Маху бабушке. Видишь, какая коровка? Папа в туалет. Алиса, смотри, корова! Настя, смотри, где там цепок. Видишь, какие рога? Не надо сильно близко. А что у них у всех такая полосочка под рогами? Настя, ты же не видишь длину цепка. Не иди близко. Ого! Так она до нас добежит, нечего делать. Пошлите назад. Отступаем. Она и сюда добежит. Она эта машина добежит. Это бык, да. Это бык, Алиса, это не корова. Это бык? Нет. Это бык. Стой, Настя, давай не будем близко. И так хорошо видно. Какая природа, класс. Так красиво. Тебе нравится корова? Вон еще одна, третья. Ма, видела? Да, я видела шею. А, я не видела. Кость, близко не надо. Там цепок длинный. Пока, коза, пока корова. А там и коза, что ли? Ну, коза раньше была. Костя, ты к себе не спеши садиться, у тебя Маха под педалями. Пока, коза. Убежала. Пока, коза. Пока, корова. Коза здесь. Кость, чтобы Маха не выскочила, она под педалями. Ага, отходит, обходит с того быка. На всякий случай. Катя, поехали. Маха. Хотите прикол? Маха рычит на корову. Бесстрашная девка. Ты думаешь, на тебя испугается? Набычилась вся, блин. Пока, коза. Пока, корова. Пока, коза, пока, корова. Поехали, кого-то еще встретим, да? Кто же, кто же, кто же, кто же здесь еще нам встретится? А кто мама? Парасюр спряталась. А мама ищет Парасюр. А мама ищет Парасюр. Один, одни. Один. Один. Ну, у них вроде прогрузилась, может их подождать лучше. Здесь какой-то ремонт конкретной дороги, прям пробка. Мы выехали на такую красивую трассу, мы где-то возле Умани. Но нам поворачивает направо. О, вот и кольцо это, да, про которое вы с Настей говорили? Это же кольцо. Ну, вот, мы на кольце. Поехали. Поехали. Сейчас поедем. Сейчас. Сейчас держим. Куда это они сели, твои поросяки, а? Мама лезет к поросенку ребенку. А, мама лезет к ребенку, понятно. Мама лезет к поросенку ребенку. Что, Настя приехала? Съезжаем куда-то вниз. Такие кольцевые, как в Киеве. Съезды. Все. Смотри, на Черкассе есть надпись, сколько километров. Все, мы на хорошей трассе. Закрываю верхнее окошко, потому что солнышко слепит. Все. Следующий поворот аж через 253 километра. Прямо, прямо, прямо по трассе. Ну, что себе. И трасса все время такая хорошая будет? По идее, да. Супер. Киев-Одесса трасса. И главное, солнце с моей стороны, представьте. Жарко, капец. Пусть местами поменяемся? Все равно прямо ехать. Будешь педаль одну доехать. Ну, если ты меня когда-нибудь учил это делать, я бы запросто. Ну, я же ни разу не садилась. Ты что? Еще и на трассе. Все, что в два занятых автошколы. Ну, я же не садилась за руль. Я только знаки знаю, да. Этого, который показывает палочкой. Что означает. И все. Я еще знаю, что трамваи пропускать надо всегда. А тут их нет. Охи долго едем, да, доченька? Алиса, что-то задумалась серьезно. Маха уже опять ко мне на ручки перекочевала. Вроде бы спит. Ладно, нам еще ехать 3 часа и 6 минут. Гляньте, кто ко мне идет. Все, засиделась. Ну, иди на ручки, иди на ручки. Иди на ручки. Не-не, не уходи. Иди на ручки. Если будет куда-то лезть, то давай сразу. Пока что пытается куда-то залезть. Но может сейчас уляжется. О, она так линяет. Да, она линяет сильно. У меня уже тоже штаны в шерсти. Лапы усилят. Лажется. Мы едем сейчас со скоростью 128 км в час. Потому что хорошая дорога. Но я с такой скоростью немножко нервничаю. Потому что сзади едет Настя. И она едет с такой же скоростью. Но с другой стороны, если ехать медленнее, то мы туда вообще поздно ночью доедем. Мы, оказывается, еще и половину дороги не проехали. До Черкасс ближе сейчас назад вернуться, чем доехать до Одессы. Меня уже реально тошнит, укачало. Мы реально в пути уже больше трех часов. Нам осталось ехать 2 часа. И посмотрите, какой красивый вид. С трассы переходит. Такой зеленый-зеленый-зеленый вид. Холмы. Что у нас сейчас происходит? Видите, кошка уснула. Ребенок уснул. Вторая кошка, наверное, тоже уснула. Давно ее не слышно. Бабушка вроде довольна жизнью. Ну, короче говоря, все нормально. Нормально проходит поездка. Абсолютно не капризничает Алиска. То спит, то смотрит в окно, то своим поросятам сказки рассказывает. И самое главное, я думала, Маха всю дорогу орать будет. Да, она уже тут освоилась. Уже все нормально. Конечно, по трассе мы едем шикарной. Просто. Сейчас Костя несется 150 км в час. И вообще никаких практически ухабов нет. Нам нормально абсолютно. Маха всю дорогу. Мы опять на заправке. Теперь уже свою машину заправляем. Причем Костя это делает сам. Первый раз такое вижу. Обычно работники делают. И, к сожалению, он без перчаток. Сейчас подъедут Насте с Катей и дадут антисептик. А ты же не хочешь сумочку опять идти? Маха успокоилась полностью. Все время валяется, дрыхнет. В любых позах, лишь бы только на этой штуке. И Алисенька проснулась из-за того, что мы остановились. Наверное, думала, мы уже доехали. Еще немножко дойдутся. Еще часик и будет море. Еще немножко. Ой, лапуся, смотри. Смотри, лапуся пришел. Куда ты, лапуся? Куда ты убегаешь? В багажник хочет? Да хочет куда-то удрать. Ой, а что Алиса так наэлектризовалась? Ты наэлектризовалась? Да. Бабушка уже замучилась с лапусьей. Маха гораздо спокойнее едет. Не, она только что хорошо ехала. А вот как остановили, так она сразу куда-то бежит. О, Настя приехала, слышала. А что она так долго? О, все. Все. Папочка сейчас придет. Сейчас машину-то закрывает. Дитя проснулась. По идее, должно быть голодное. Схватила поросяток и смотрит себе дальше в окно. Вообще не сопротивляется этой поездке. Никакого концерта нам не устраивает. Доросла уже до путешествий, короче говоря. Устроение хорошее было. Может, концерты бы были? Ну да, настроение нормальное. Осталось 87 километров. Осталось час нам ехать. Ну, приблизительно. Катя, может, звонить парам? А, да, буду сейчас ей звонить. Настя нас догнала и, наверное, хочет обогнать. Катя с гитарой. Катя с гитарой. Да не лети, дай. Дай на дочку посмотреть. Соскучилась? Да. Еще Катя говорит, на них выпадают там лопатки. Алло, Надюх. Катя, папа. Нас Настя с Катей обогнали на машине. Слышишь, такие? Настя с Катей. Алиса, сейчас будет море. Смотри в окошко. Сейчас будет море. Мы лиман проезжаем. Мы, по-моему, в Южный тоже сюда ехали, да, когда-то? Нет, мы возвращались. А, возвращались. Смотрите, как красиво. Прямо видно породы, почву видно. Слои в почве. Папа едет. И папа едет. И мама едет. И кто еще едет? Бабушка. Да, и бабушка. Что он заедет? Кто еще в окошко на странице? Все едут. Все едут. Все едут на море. Все едут на море. А то еще едут. Настя просила передать, что уже мы ее навигатор, и она едет без навигатора чисто за нами. Чтоб ты смотрела, где она. У них крутые телефоны, не могут рыбать, чтобы показать. А она боится по городу незнакомому ехать, боится не туда заехать. Скоро приедем уже. Скоро приедем. Тебе нравится ехать? Ты хочешь на море? Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е? Ну что, возвращаемся? Человек не хочет. Все, назад. Да, осталось 32 минуты ехать. Сейчас у нас сколько времени, Кость? Уже полвосьмого вечера, представьте. Мы выехали в два часа дня. Акула. Акула в море, да? Как-то время пролетело так быстро. Да, довольно быстро как-то доехали. Спокойно. Буква Акула. Буква А где? А точно там буква А. Она уже знает, что она буква А, акула. Умница-то. Дайте акулы в море. Не куда идти ребенка. Да, не надо, а то не будет купаться. Буква. 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 Мишка. Смотри, чича летает на ней. Смотри, мама, чича летает. Что там? Это классная чичка летает. Чичка? Чичка летает на небо. Да, летает. А над морем летают чайки. А мы летаем чайки. Вот все создание уже в наглую просто развалилось. Лапы свесило. Я даже не думала, что она так спокойно дорогу перенесет. Батону там вообще скучно было. Да, Батону скучно было. Они там вместе на подоконнике сидели. Ну, за Манюней были. С малышкой можно поссориться. Кислая лёжка. Кто там кислый? Ты динозавр? Нет. А кто, привидение? Нет. Я не люблю привидение. А кто? Нет. А что ты тогда рытишь? Машины едут. Машины едут. Доченька, скоро приедем уже. Мы уже в город какой-то въехали. Куда мы въехали, папа? Я люблю. Куда? От района Одессы, наверное. Одессы. Одессы, да. Пока. Пока, тетя. Пока, тетя. Все, такой возраст, когда ребенок повторяет одну и ту же по много раз подряд. Море. Море, Алиса. Море. Впереди море, Алиса. Смотри. Смотри, там уже море. Она сбоку ищет. Вот там море, Алиса. Впереди. Ей не видно. Морщится. Сейчас увидишь море, сейчас будет. Уже доезжаем. А нам сейчас туда? Нет, правда. Ой, какой вот прям разворот. И оттуда выворачивают, и туда выворачивают. Пока машинчик. Пока машина. Смотри, вон море. Видишь? В море. Мы приехали на море и будем жить возле моря. Представляешь, будем ходить на песочек. Пасочки делать. Будем? Пасочки. Где купаться будем? Пока. А пока. Ведерка. Мамака. Даже ведерка. Все копачки. Что она говорит? Даша копает. Даша Алисе не хватает. Мы уже в Одессе. Вон там какой-то памятник вижу. Кто-то на лошади. И нам осталось до пункта назначения нашего 13 минут ехать. То есть это очень недалеко от Одессы. Алиска что-то поет. Ребенок, который питается впечатлениями. Должна была бы требовать кушать, а она поет. Мы уже решили покормим ее там на месте. Потому что эти бутерброды с колбасой уже, наверное, за день пропали. Я боюсь ей давать. Мы из солнечных Черкасс приехали в дождливую Одессу. Здесь идет дождь. Ну, только начался. Небо затянуто. В Черкассах уже солнышко тут затянуто. Но я надеюсь, это тоже ненадолго. Эти тучи скоро уйдут. Едем сейчас мимо крупных магазинов. Ашан, Юск, Мультиплекс тут есть. Комфи даже. Ого-то тут целое. Я думаю, что это как раз те, которые имелось в виду недалеко от нашего места отдыха. Потому что нам 7 минут ехать. Ну, там 5 километра. Это как хорошо. Это как-то неизвестно. Что там неизвестно? Что там неизвестно? Что там неизвестно? Вот в этом районе мы будем жить. Видите, тут написано фонтанка. Очень круто там съезд. Мы почти приехали, мне очень страшно. Здесь крутой съезд такой. Все и люди идут. Я боюсь, что мы в море сваримся. Я никогда не ездила по таким холмам, по таким узеньким дорожкам. Ну да, холодно. Кость потихоньку. Снимай море. Да, море шикарное. Море, Алисенька. Море. 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 На лево, короче, да, тут куча машин стоит.